Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне 34 года, я девственница, парень после крупной ссоры сказал, что мне нужно к психологу, потому что у вас столько лет быть девственницей, это ненормально. Алсайм боится брать ответственность и сбежал. Нашел распущенную девицу. Что делать? Ну, я бы сказал для начала, что делать, чтобы что. Но, потому что, если вы хотите быть девственницей в 34 года, если вы ищете того самого, кто возьмет, как вы говорите, ответственность на себя, это одно. В таком случае парень, очевидно, проверку не прошел. Хотя, с другой стороны, вопрос здесь заключается в том, а сколько вы вместе, да? То есть, как бы, сколько вы вместе, и есть для вас интимная жизнь. Вот. Это такой момент. Довольно важный. Если вы сами считаете это проблемой, то, что вы девственница в 34 года. То, конечно, это история про страх. Конечно, это история про стыд. Конечно, это история про неуверенность в себе. Конечно, это история про перекладывание ответственности. Потому что... Вступление в половую связь, это ответственность не только мужчины, но и женщины тоже. То есть, ни один мужчина только несет ответственность. Вы же как-то, вот, говорите, что он сам боится брать эту ответственность. А откуда он узнал, что это ответственность, да? Почему это ответственность? Понимаете, да? То есть, как бы, если вы видите в этом проблему, то ее нужно решать. Можно решать. То есть, ну, для начала снижение вообще значимости и важности девственности. Девственности. Вот. Потому что, ну, как мне кажется, да, в современном мире у взрослых, зрелых людей, ну, вопрос девственности как бы не стоит. Если люди друг друга любят, да, если люди хотят друг другу всего самого лучшего, счастья, удовольствия и прочее, то вопрос девственности не стоит. Это не означает, что нужно вести распущенную жизнь, это не означает, что вы должны стать распущенной девушкой, да, и там спать со всеми подряд, ни в коем случае. Но это как бы и в другую крайность уходить тоже, наверное, не очень хорошо. Вообще любая крайность не очень хорошо. Вот. Поэтому тут вот исключительно все зависит от вашего восприятия, знаете. Уверены в том, что быть девственницей в 34 года, это нормально, это ваш выбор. Супер. Мужчина проверку не прошел. Сомневаетесь в себе и считаете, что вы придаете этому как-то слишком много значения. Обращайтесь к психологу, поработайте, разберитесь в себе и так далее. Что касается крупной ссоры, то здесь опять же есть важный момент. Вот крупная ссора, сама по себе, сама по себе крупная ссора. Так же проявление страха, теперь уже эмоциональной близости. И является заменой интимной близости. То есть люди, ну, ссоры, и тем самым снимают напряжение. В том числе сексуально. Очень важно видеть, какой ваш вклад в свой конфликт, в ссору. Именно ваш, именно вы, какой вносите вклад, внесли вклад в ссору. Это очень важно, потому что это принятие личной ответственности. Вами. Взятие её. Понимаете? А вы опять же говорите только как будто бы о, ну, о мужчине. То есть это вот он, вот он ответственно. Не взял вот он после ссоры, сказал, что там, мне нужно к психологу и так далее. Понимаете? Давайте больше про вас поговорим. Поговорим именно про вас и получше вас, как бы, узнаем. Понимаете, да? Вот такая история. На этом всё. Я надеюсь, что вам мой ответ понравился. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я вам желаю всего самого доброго, удачи. Обращайтесь. За помощью вам она пригодится. Любви. Надеюсь. До свидания.